что друзья привет подписчики с вами мороз алексей компания кров монтаж ну что проведем со мной один день сегодня утром я еду на работу посещу несколько мест объектов оставайтесь со мной и так сейчас в планах заехать на один объект посмотреть там есть предполагаются работы по меди какая-то комбинированная кровля сейчас заеду нужно посмотреть эту работу возьмемся мы или нет и оценить познакомимся с клиентом это первое место куда я сейчас заеду вот этот объект я так понимаю до приехал по адресу здрасте это сергей нас так медная крыша вот она по цвету подходит практически как кирпич становится он поэтому я не знаю может быть есть какой-то другой способ желать чтобы она была коричневая нет но тут вопрос цены либо окрашенный металл есть там хорошего качества но цвета до такого медь потемнеет 32 цвета темно-коричневый а медь она обойдется за две тысячи разницы вот надо по уму все сделать как положено потом вопрос медь есть возможность фальцевая кровля сделать в доступе двух типов подвесные и встроенные и интегрированные в крыши видели да то вот а вон вот фальцевая кровля ведь они на крыше лежат и отбрасывать принцип такой либо они сбоку висят но как на том доме видите то есть и собирает какой вам надо или как вы считаете я не знаю надо чтоб красиво было красиво 2 если она если вы хотите если вы хотите красиво можно вообще заморочиться можно ромбиком сделать еще есть способ вот эти либо ряды будет фальцевый 2 на 2 носом фальц либо ромбик хочется заманки к измени конечно ну вот как храмы видели делать делать я вам покажу но только у вас он но они круглые есть также и ровные скаты пожалуйста мы так делаем то есть ромбик будет на 30 на 30 и но это квадрат только перевернут и будет линии если вам охота заморочиться но цена возрастает ручная ручная работа не ну я просто вам даю искать идея вы смотрите на можно рассмотреть вариант у меня два сына и взрослым надо им показать плюс они еще инвестируются вон стоп выходит она это стоп и повесили внутреннего вот лежит там и нагревающий кабель уже кабель для водогрева он из него да видимо из него потому что там крышу уже сделано там уже еще делать больше не надо кабель выведем мы его подключим как нужно сергей петрович сергей расскажите нашим зрителям как вы устроили здесь эксплуатируемую кровлю потому что я смотрю здесь много чего сделано первое хотя много говорят бетон должен дышать имея опыт у себя своими силами это перекрытие на ней поставлен который смотрит на те сливные точки которые там есть вот вся нижняя часть разуклонка сделано на нее положено гидроизоляция на случай того имея печальную бетон плачет и прочее то есть если вода все-таки каким-то образом через проволоку падает на плиту перекрыть лучше чтобы на бетон не мог если там потихоньку дойдет после этого на нее положен слой разуклонки из теплоизоляции принципе это полистирол заказной с углами косой да вот мембрана положено видите получается принцип аквариума да здесь вся вода сохраняется внутри на бетонное перекрытие далее далее на ней положено вот да 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 он вижу ну чтобы гравий я так понимаю ее не поранил не лозил не лозил воздуха от всего чтобы он в принципе мембрану прижал до конца колистера естественно здесь стоят на через утепление причем утепление жидкой теплоизоляции стоят столбики на которую вот швеллера положено крыша сделано так что немножко сразу клонка средней части если сюда попадает вода все-таки она уходила в сторону и и приподнята вы сделали такой красивый пол это называется доска терракотова она искусственно из пластика с пластика с опилками и хорошо так называется еще и в народе палубная доска да и в принципе и ходить приятно и получается под ней там видите такое пустота да в эти сливные воронки там устроена уходит вода и желоба это сделано для того что если здесь придется взять керхер да не вместе не будет не будет смести чтобы вода попала вот куда здесь и будет до изолирована герметиком это сделано вам либо в верхнюю воду согнать верхнюю воду согнать попадает в колодцы все равно там осадки после этого стекает на крышу естественно путем уходит вот это все будет потом я думаю зашивать зашиваться там вот друзья эксплуатируемая кровля ведь все сергей петрович спасибо приятно было познакомиться ехали до до 9 до ждите от меня коммерческое предложение до свидания алексей приветствую приветствую ну что по поедем посмотрим поехали твой объект вот юра как стены растут это мы друзья ложим здесь наша компания на фундамент пристройку к этому дому вот и она такая необычная здесь будет открытая зона зона барбекю и будем делать кровлю керамическую черепицу на ней утеплять на этом доме тоже мы делали кровлю процесс идет да вот там будет примокать простройка к этому дому и выход будет сюда там тоже кухня здесь будет кладовая здесь открытая зона барбекю планирует приехал сюда потому что есть некоторые изменения был здесь печник который сделает печки барбекю уже эти два столба не надо что-то здесь в общем есть тут трудности теперь надо делать усилять бутавр бросать на эти столбы будет как всегда стройка проблемы а теперь дорогие друзья мы едем на диагностику выстрелский район по новой риге а вот эркер яндовые не текут все нормально вот в это в этом месте в там залежи по снега нет все нормально вот треугольник да потом его подняли сделали так соответственно крышу переделывали ничего хорошего как попасть на крышу я смогу там есть вы там отлично сейчас я выйду мог это болезнь видео смотрели мою мог на крышу видите вот присутствие конденсата мокрые балки вот он вот конденсатор 1 смотрите как на что мы всегда обращаем внимание что вот эти сопряжения со стенами пароизоляцию обязательно надо проклеивать как я всегда показываю все открыто тепло идет в эти вещи пароизоляцию между собой обязательно на проклеивать по изоляции неизвестного происхождения без маркировки строй изол это ее на не было наклеен на ней строй изол ну строй изол вот так вот пойдемте дальше стан стандарт д это фул стандарты но это гидроизоляция для ее можно использовать для двойной системы вентиляции зазор должен быть здесь ну как вы думаете вот здесь должен быть зазор из той стороны то есть двойная система вентиляции так вот я вылез на крышу посмотрим друзья если вентиляция здесь вентиляции как видите нет то есть даже тут ютофол дышка подразумевая двойную систему вентиляции с этой стороны как видно вентиляции она не работает значит образование конденсатор вот с этой стороны пытались но факт то что выхода сквозняку вот эти грибочки аэраторы стоят которые наверху они для верхней а здесь вентиляции нет в том прошу обратить внимание как оригинально закручены крюки ведь вот уже тянет саморез выломать вот видите это чё нормально вода собирается здесь он должен вот труба нет она на углу водичка должна туда идти а я уверен уровень поднимается она отсюда а вот смотрите друзья как сделаны скобы снегоостанавливающих прикручена сверху видно болгаркой обрезали вот линии обреза и прям сверху саморезами накрутили скоба снегоостанавливающие должна заходить под плитку под плитку и прибиваться при монтаже это признак того что это дело уже кто-то после когда крыша была готова ну вот я друзья поднялся наверх текут эти места и не мудрено потому что построили вот этот вот замечательный фронтончик треугольник и снегосход здесь колоссальный снег лежит в этом месте глыба большая и снег конечно накапливается в этих узких местах и как раз они в помещении они здесь и текут как раз они здесь и текут так на всю крышу сделано два аэратор четыре аэратора здесь нужен по конькам вентилируемый конек аэраторы берут только всего лишь 25 квадратных метров от кровли вот здесь нужно было целый вентилируемый конек делать и по этим хребта но тогда бы вентиляциях более-менее работал так на лицо нарушение ну понимаете то есть архитектор или кто это строил вот это конечно вот этих вещей нужно избегать на кровлю значит и материал этот не подходит вот видно что подмазывали подмазывали здесь стоит снег он во все буквально глыба закоксовывает этот выход и вода сверху упирается в эту глыбу и буквально протекает в любом месте тоже да татара тата посмотрите это все каждый саморезом закручен каждый вот смотрите тут даже до сих пор вода не дождь был крыша сухая здесь она до сих пор не высыхает и вот в этом месте дырок миллион вот а что суда вода не зайдет легко вот плитку ложили на ламинат какой-то вот смотрите конечно дорогие друзья вы провели со мной один день спасибо что досмотрели до конца надеюсь видео было интересным полезным для вас с вами был мороз алексей компания крупмонтаж пока